В зале собралось 500 выпускников, счастливые и красивые. Позади несколько лет упорной работы и учебы. И перед нами стоят дипломированные специалисты. Выпускников, конечно же, в ДИНы немного больше, просто специальность кинологов была выпущена еще в апреле месяца. А также 29 юношей досрочно забрали документы и отправились служить в армию. С вами пройден очень большой путь. И даже с теми, один год. Со многими было очень много интересных встреч, дискуссий. Было очень много проблем. На протяжении всей вашей учебы вы взрослели. И когда на вас смотришь сегодня, вспоминаешь, каким вы пришли 4 года назад. А сегодня здесь уже взрослые, состоявшиеся и серьезные люди. Василий Баринов пожелал ребятам успешной карьеры и всех благ. Поздравить в этот день выпускников приехал и глава района Валерий Гаврилов, который призвал всех выпускников не покидать родные края, а продолжать трудиться на благо своей малой родины. Я сейчас очень много посещаю предприятия. У нас реально на территории района нет безработицы. У нас требуется много рабочих профессий. Я хотел бы, чтобы эту нишу вы тоже нашли. Потому что реально определение правой, правильной профессии. Кто-то может сделать переквалификацию для того, чтобы вы занимались своим любимым делом. И, конечно, чтобы это любимое дело, еще раз вас прошу, оно было на территории нашего района. Валерий Гаврилов вместе с Василием Бариновым провели церемонию вручения дипломов. И, конечно же, по доброй традиции начали торжественные награждения с отличников, которые, не покладая рук, трудились все эти годы. Красные дипломы с отличием вручили 42 выпускникам. С некоторыми из них нам удалось пообщаться. Я очень доволен, что получилось закончиться отличием. Экзамены были трудные, но все реализуемо, все удалось сделать успешно. Я буду дальше получать образование, я еще пойду в магистратуру потом. И я уже работаю по специальности дополнительно. У меня уже 4 года стажа по специальности получается. Нет, я остаюсь тут в городе, в Дмитриевском институте непрерывного образования. В этот день дипломы получили автомеханики, менеджеры, программисты, экологи, логисты и специалисты по государственному и муниципальному управлению.